Добрый день, друзья! Оставьте мне, пожалуйста, плюсики, если всё в порядке. Давайте проверим традиционно, всё ли у нас работает. Отлично, благодарю, благодарю. Ну что, да, Татьяна так заинтриговала, что мы сегодня будем говорить про монографии, но будем ещё и задумываться, надо ли их писать. Надо, конечно. Давайте начнём не с плана, хотя, конечно, сейчас его рассмотрим. Поставьте, пожалуйста, в чат или просто напишите словом. Но ответ на такой вопрос. Есть ли у вас уже опыт подготовки монографии? То есть да или нет? То есть для того, чтобы я могла сориентироваться, насколько аудитория, в принципе, уже подготовлена, или, о, отлично, у нас есть участники, которые возникают вопрос, если вы уже писали, да, то мы тогда будем вместе рассказывать, да. Очень приятно, что пришли и присоединились к теме, несмотря на то, что опыт такой уже есть. Ну что, друзья, давайте тогда начинать. Значит, что мы сегодня с вами рассмотрим? Во-первых, я сразу хочу сказать, да, когда начинают вопросы задавать по поводу, надо ли писать диссертацию, я всегда отвечаю «надо». Точно так же и сегодня. Если у вас есть настрой писать монографию, писать надо. Но мы сегодня будем, как всегда, делать акцент не просто на написание монографии, а нужно ли писать её, если вы являетесь аспирантом или докторантом. Да, то есть вот здесь в чём какие-то общие вещи, в чём какие-то несовпадающие вещи, на которые стоит обратить внимание. Вот это мы поговорим вначале, да. Следующее мы посмотрим о том, о тех важностях поговорим, которые необходимо знать до того, как вы начнёте готовить монографию. Безусловно, поговорим об этапах работы над монографией, то есть из чего складывается вообще вся эта деятельность. Ну и одно из самых главных, это как сделать так, чтобы монография была монографией, то есть чтобы она сработала вам на пользу для диссертации и чтобы её статус был определён верно. Для этого есть целая серия технических моментов, которые нужно учесть, именно если вы хотите её предъявить как публикацию аспиранта и докторанта, это будет ещё более важно, чем в каких-то других обстоятельствах. Вот такой на сегодня у нас план. И давайте тихонечко будем продвигаться. Значит, что касается монографии, мы с вами когда рассматривали вообще в принципе публикации, мы говорили, что монография – это такой крупный научный труд, который посвящён теме, одной теме, и, соответственно, раз он такой большой по объёму, то понятно, что эта тема изучена достаточно глубоко внутри этой монографии. Значит, безусловно, вот объём, который представлен на этом слайде, я чуть позже, когда мы уже до технических вещей дойдём, и в том числе вернёмся к объёму монографии, сразу же оговорюсь, что нет такого принятого норматива, такого общепринятого, скажем так, норматива, когда бы ваша монография считалась монографией, а типа до этого объёма – это не монография. Традиционно, если мы говорим о научных организациях или образовательных, то, безусловно, это внутренними актами принимаются такие ограничения, и сотрудник вынужден, или там хорошо, что у него есть какой-то ориентирующий, он ориентируется вот на этот норматив. А если вы… Ну, этот норматив чаще всего, он вот не из серии, что монография для докторанта или монография для аспиранта, это просто монография. А нам нужно понять, есть ли какая-то специфика для людей, которые хотят получить учёную степень. Значит, очевидно, что монографии бывают разные. Два варианта мы должны с вами чётко рассматривать, разделять. Это индивидуальная, когда монографию, то есть книгу на одну тему написал один человек. Вот это индивидуальная авторская работа, когда вы всё, что сочли нужным, там рассмотрели, изучили, и научной общественности в виде книги презентуете эти результаты. Вторая ситуация другая – это когда монография пишется несколькими авторами. Это может быть прям авторский коллектив. Например, вы на кафедре пишете несколько человек, или, может быть, в научной организации вы пишете несколько человек внутри своей организации. Это может быть авторский коллектив, который вообще в разных городах и странах, допустим, живёт, но эти люди знают друг друга, они ведут исследования по одной теме, и они решили написать монографию. И там будет несколько авторов, поэтому она будет называться коллективной. Но сейчас распространением получили другие коллективные монографии. Это такие книги, в которых авторы вообще друг друга могут не знать. То есть это такая ситуация, при которой так же, как на конференции, вы можете по рассылке или по какому-то приглашению получить информационное письмо о том, что готовится такая-то коллективная монография, и вы можете принять в ней участие как автор. Там будет своё ограничение. Вот если мы говорим, что это крупный научный труд, то это, естественно, если вы сами взялись индивидуально это делать, это для вас будет крупный научный труд. Если вы захотели участвовать в коллективной монографии, то очевидно, что от вас никто не ожидает, что вы 10 печатных листов подготовите текста. Традиционно это бывают одна или две главы, исходя из структуры. То есть есть организация или основной, скажем так, автор, который ещё и будет ответственным редактором, он это всё структурирует, соответственно, появятся определённые взаимосвязи между присланными главами, но тем не менее тема будет заявлена одна, но отбор материалов туда будет жёстче, чем на конференцию. При этом понятно, что если мы говорим про одну главу, объём главы может быть очень разный, но тем не менее это где-то от 10 до 25 страниц текста примерно. Поэтому очевидно, что индивидуальная и коллективная монография – вещи, мягко говоря, не одинаковые. То есть нужно для себя понять, если вы хотите писать монографию, какая для вас, что называется, полезнее. Что касается особенностей, сразу же проговорю для того, чтобы было ясно, чем монография отличается от статьи, от припринта, от любого другого варианта научного текста. Но то, что это крупный научный труд, мы уже определились. Второй момент. Учитывая, что монография содержит глубокое исследование по определённой теме, то очевидно, что монография будет содержать хороший анализ литературы. То есть вот этот обзор того, что было сделано до вас, безусловно, должно стать очень таким мощным началом вашей монографии. Кроме того, так вот, опять же, всё, о чём я сейчас буду говорить, это не из серии, допустим, что я ГОСТ взяла и вам процитировала, это сложившаяся научная практика. Нет таких нормативов, это всё желательно, или для аспирантов, докторантов, кто будет писать монографию, практически обязательно, для того, чтобы эта работа была как монография, а не просто научно-популярная книжка, написана про какую-то конкретную тему. Следующая особенность – это монография должна содержать результаты собственного исследования. На самом деле, опять же, если мы с вами вспоминаем, даже кандидатская диссертация по требованиям ВАГ не обязательно, можете прочитать и удивиться это, не обязательно строиться на основе собственного исследования, то очевидно, что монография тоже может не строиться на основе собственного исследования, но, честно говоря, мне сложно это представить. То есть для меня монография – это исследование, которое автор или авторы провели, и о нём рассказали нам в этой книге, о результатах, о полученной новизне, дали какие-то рекомендации и так далее. Поэтому вот здесь эта особенность такая вкусовая, скажем так, но мне по вкусу, когда монография всё-таки содержит исследование. Следующее. В монографии, смотрите, если мы говорим о диссертации, мы всё время будем вот эту параллель проводить. В диссертации научная новизна является обязательной, потому что когда вы идёте защищать диссертацию, вы, по сути, защищаете не саму диссертацию, не её текст. Вы защищаете те положения, которые обладают научной новизной и которые вы презентуете на защите. Соответственно, в диссертации прям должна быть новизна. Она прям формулируется специальным образом. Мы на курсе «Технология подготовки успешной диссертации» рассматриваем, как правильно сформулировать научную новизну, чтобы, с одной стороны, было сразу понятно, что это новизна, чтобы она была обоснована, чтобы она не упала, что называется, с неба, чтобы мы к ней пришли. Вот в монографии нет такого конкретного требования, чтобы прямо была какая-то научная новизна. Но, опять же, возникает вопрос, если это будет просто пересказ старых известных идей каких-то, то в чём интерес вообще этой монографии для науки? Поэтому, конечно, здесь должны быть выдвинуты какие-то гипотезы хотя бы, какие-то новые положения, которые так или иначе всё равно влияют на развитие науки. Ну и, безусловно, когда мы говорим про монографию, мы понимаем, что раз это крупный труд, то понятно, что самих источников, на которые будет опираться автор, который он будет цитировать и так далее, их будет много. И поэтому, безусловно, в монографиях очень хорошая подборка литературы, получается, для тех, кто изучает определённую тему. Поэтому вот сегодня мы монографии рассматриваем с позиции автора, то есть если мы собрались быть автором этой монографии. Но я, тем не менее, хочу акцентировать ваше внимание ещё на одном аспекте. Если вы после сегодняшнего вебинара поймёте, что вам монография не нужна, ну не нужна она вам, да, потом защититесь, потом напишите монографию. Сейчас нет необходимости. Тогда используйте монографию для своей работы, чужие монографии, да, монографии других исследователей, для работы над диссертацией. Во всех смыслах вы тему можете более глубоко свою изучить и посмотреть, какая позиция автора, другого автора, по теме, которую вы исследуете. И, естественно, вы можете расширить список литературы, вы можете посмотреть те источники, на которые этот автор опирался. Это вам очень сильно облегчит задачу поиска литературы для себя. Я не говорю, что надо их все взять, ни в коем случае, но, по крайней мере, какой-то ориентир вы можете от этого отталкиваться и за какой-то ориентир это взять. Что важно понимать, когда мы говорим о монографии и вообще все, что сегодня мы будем говорить, это не требования ВАГ. То есть у ВАГ нет официального требования, это я вам точно заявляю, это, что называется, проверенная информация, да, нет официального требования ни к аспиранту, ни к докторанту о том, что у того или у другого должна быть монография. Такого требования нет. И поэтому, если вы знаете, что вам, ну вот откуда-то у вас в голове возникла эта мысль, что у вас должна быть монография, особенно если вы докторант, это не требования ВАГ. Это так называемые требования диссертационных советов. То есть мало того, что нет требований, чтобы она была в наличии у аспиранта или докторанта, естественно, раз нет самого требования, нет требования к монографии, у ВАГ, нет такого требования. И вот эти вот все наши четкие знания и понимания о том, что без монографии меня вообще не возьмут в этот диссовет, это как раз про этот диссовет, а не про требования ВАГ. Поэтому наша с вами задача для того, чтобы понять, а вам-то вообще нужна монография или нет, нужно понять, в каком диссертационном совете вы собираетесь защищаться, провести мониторинг работ, которые в этом диссертационном совете были защищены. И вы увидите, если в каждой докторской диссертации, в автореферате, в обычном перечне публикации, вы видите одна или две или три авторские монографии, или там коллективные, может, авторских наоборот нет, а только коллективные, например. То есть вы прям внимательно посмотрите, какие диссертации проходят через этот диссертационный совет. То есть можно в диссертационном совете вопросов никаких не задавать, это видно по работам, которые через него проходят. Сейчас я говорю, традиционно, опять же, то, что сложилось вот просто в головах, в диссертационных советах, вот та структура, которая возникла. У аспиранта вообще не обязательно никакой, ни коллективной, ни авторской, не обязательно, не требуется. И диссовет, большая часть диссоветов не потребует. У докторантов монография должна быть обязательно. Сейчас услышите меня, да, я вам говорю, то, что сложилось в нашей научной сфере. Это не требование ВАГ, это так сложилось. Но в чём будут отличия? Отличия будут в количестве. В некоторых диссертационных советах вам скажут, вы докторант, только две монографии, не меньше. При этом мы тогда задаём вопрос, они обе авторские должны быть, или они могут быть авторская и коллективная? Понятно, да, почему мы этот вопрос задаём? Потому что мы сами себе пытаемся сэкономить время, энергию и прочие там интеллектуальные свои ресурсы для того, чтобы не писать две книги, потому что вам надо ещё диссертацию написать. Вы напишите одну монографию, в одной поучаствуете главой, например, да, и вы выполните требования этого диссертационного совета. Ещё некоторые диссертационные советы предъявляют требования не просто к тому, что у вас докторанты, сейчас про докторантов речь, да, не просто, чтобы у вас была монография в принципе, естественно, по теме диссертационного исследования, это я даже тут сначала не сказала, потому что подумала, что это вот понятно, но тем не менее скажу, да. Вот, мало того, что она должна быть, могут иметь ограничения по издательствам, что могут сказать, только изданное в Москве, или только изданное вот там-то, или изданное за последние там три года, например. То есть вот этот момент, когда вы будете делать мониторинг работ защищённых в том диссертационном совете, в котором вы хотите защищаться, на это тоже обратите внимание, потому что некоторые пишут сначала кандидатскую, потом докторскую диссертацию, да, соответственно, они, например, кандидатскую написали, издали монографию, прошло сколько-то лет, и сейчас они пишут докторскую, и они вот эту монографию, которую издали, они показывают как в докторской диссертации, да вот в некоторых советах это не проходит, в некоторых советах прям так и скажут, я конкретный пример своей коллеге рассказываю, что вот она так сделала, приехала в диссертационный совет, уже со всей, уже диссертация готова, автореферат, всё готово, человек приехал сдавать работу, грубо говоря, да, ей говорят, извините, у вас очень много публикаций, иваковских, и всего, и того, и сего, но у вас старая монография, у вас монографии 7 лет, надо вот новую монографию, и давайте приезжайте, то есть представляете, да, поэтому вот ситуацию надо промониторить, составить представление о себе, если хоть что-то непонятное, никакой проблемы нет, звоните в диссертационный совет и напрямик задавайте вопросы, но прежде мониторинг надо провести, чтобы вы всё-таки не с нулевым представлением задавали эти вопросы в диссертационный совет, чтобы они поняли, что вы уже всё-таки в курсе немножко, да, просто уточняете. Теперь смотрите, значит, с этим разобрались, ВАК не требует ни от того, ни от другого, где советы требуют от докторантов. Теперь вспоминаем, вот этот слайд я взяла из предыдущей, или из той нашей встречи, когда мы говорили вообще в принципе о публикациях, зачем публикация аспиранту и докторанту. Давайте пробежимся по этим пунктам и поймём, есть ли что-то в этом такого эксклюзивного, что может для нас решить вот эти задачи, да, только монография, вот что мы кроме монографии ничего не сможем сделать. Давайте зафиксировать авторство на положение новизны. Ну да, естественно, если вы хотите, то так можно сделать, но вообще-то по требованию ВАК, если мы посмотрим на положение присуждения учёных степеней, то там написано дословно следующее. Научные результаты должны быть опубликованы в изданиях рецензируемых ВАК. То есть ВАК требует, чтобы ваши научные результаты были опубликованы в журналах ВАК, а не в монографии. То есть вот это требование, да, зафиксировать, что называется, застолбить, что это ваше, можно в монографии, но это можно сделать в любом другом более мелком научном труде, то есть, например, написав статью. Второй момент – требование. Нет такого требования. Третий момент – если вы собираетесь включить монографию в текст диссертации. Это вообще, по-моему, самая огромная сложность для докторантов. То есть, если вы аспирант, я почему не рекомендую связываться, что называется, с монографией в процессе подготовки диссертации, потому что вы напишете большой кусок текста, но напрямик взять его в диссертацию не получится, потому что у нас есть проверка на антиплагиат, и у нас есть, мы с вами рассматривали эту тему, и сейчас коллеги из компании «Антиплагиат» в совместной Директ-Академии проводят мероприятия, сходите, посмотрите, они там всё рассказывают открыто, как это всё происходит. То есть, мы не сможем с вами взять, например, 25 или 50 страниц текста, своего, казалось бы, текста, и вставить в диссертацию. Поэтому написать монографию и потом вставить её в диссертацию – это самая плохая идея, которая только может прийти в голову, потому что вы потом замучаетесь переделывать текст, вот вообще менять этот текст, вам придётся всё равно очень сильно с ним поработать. То есть, для решения третьего вопроса монография тоже не очень-то и подходит. По поводу повысить публикационную активность и цитируемость, безусловно, монография, если она толковая, мощная, на интересную тему, на популярную тему, потому что есть монографии очень классные, но они просто на непопулярную тему, поэтому они не цитируются, а не потому что они плохие, да, то, конечно, монография может повысить ваш вот этот вот показатель. Но, смотрите, если мы с вами пишем диссертацию, как я всё время говорю, да, решаем, вот движение у нас должно быть наиболее эффективное. По мере поступления задач мы их решаем. Сначала задача защитить диссертацию, потом вы будете писать монографии хоть до конца жизни. Поэтому, если вы монографию пишете внутри, времени подготовки к диссертации, понятно, что это время растянется. Это точно, абсолютно. Ну и, соответственно, отчитаться по научной работе, да, возможно, в некоторых вузах есть такое требование, что там раз в пять лет, допустим, у вас должна выходить монография. Но в вузе однозначно нужно узнать, вполне во многих вузах вполне достаточно участия в коллективной монографии. Поэтому, смотрите, если мы с вами о целесообразности говорим, надо ли аспиранту и докторанту писать монографию, мы приходим к выводу, что не очень-то она и нужна. Она будет нужна вам потом для повышения своего академического статуса, для повышения уровня цитируемости, просто для того, чтобы познакомить общественность с результатами своего исследования, да, для разных целей. Но не когда вы готовите диссертацию, тут исключение только докторанты. Несмотря на отсутствие официальных требований, вам придется монографию писать. Ну и, соответственно, в качестве такого подытога, да, по этому вот первому пункту, для аспиранта монография для защиты не нужна. Если вам в диссертационном совете, знаете, как могут сказать, желательно, чтобы была монография, значит, мы с вами задаем вопрос, а достаточно ли коллективной монографии? И тогда участвуем в монографии коллективной небольшим объемом страниц, то есть главу готовим. Если уж сильно хочется, то можно издать монографию после защиты диссертации. Обращаю ваше внимание на то, что не сразу после того, как вы защитились, да, вот сегодня защитились, документы сделали и пошли сразу же издавать. Дождитесь того, чтобы у вас был диплом на руках. И после этого издаем, если есть такое желание. Значит, что касается докторантов, не все, но почти все диссертационные советы захотят от вас иметь монографию, несмотря на то, что ВАГ не требует. Почти все из этих диссертационных советов скажут, у вас крупная научная работа, поэтому нужна авторская, индивидуальная монография. То есть коллективная, скорее всего, не пройдет, да, то есть уточняем. Если мониторинг работ защищенных в этом диссертационном совете вам не дал ответ на этот вопрос, значит, этот момент уточняем. Ну и, естественно, вот то, о чем я говорила, вот эти «пожелания» в кавычках, да, относительно издания, причем издания не просто у издательства, то есть не просто вот там изданы в Москве, а некоторые говорят вот в таком-то конкретном издательстве. Поэтому название, если вы видите повторяющееся во всех защищенных работах, наверняка это такое внутреннее требование диссовета. Это вот по первому блоку, по первому блоку. Если, друзья, по первому блоку вопросы есть, задавайте. Здесь все равно есть небольшая задержка, поэтому сейчас начнем со второго, чтобы уже с этим вопросом мы закрыли. Нужна ли магистром монография защиты кандидатской? Да, конечно, не нужна. Уж если она аспирантам не нужна, то от магистранта-то кто требует монографию? То есть в качестве требования нет, не нужна. Монография – это очень серьезная основательная работа. Магистрант – это все-таки еще такой начинающий ученый, да, скажем так, и поэтому, конечно, здесь пока сложно будет с этой задачей справиться. Итак, теперь что называется про информацию, которую стоит знать заранее. Значит, во-первых, как только вы соберетесь писать диссертацию, я вам рекомендую посмотреть ГОСТ. Еще раз, да, вот прям ГОСТа по монографиям нет. Никакого прям требования по монографиям нет. Но есть ГОСТ, который регламентирует издание. А так как у вас это будет изданием отдельным, то на этот ГОСТ имеет смысл ориентироваться. Значит, по структуре. Опять же, вот этот ГОСТ, вот сейчас все, что буду рассказывать, буду опираться на этот ГОСТ, для того, чтобы вы понимали, что творчества в монографии в принципе полно. Раз конкретного регламента нет, вот, например, диссертация, работа сама по себе не очень творческая. А почему? Потому что есть достаточное количество ограничений. Но если вы эти ограничения выполняете, внутри этих ограничений вы можете развернуться, как автор, достаточно масштабно. Вот в монографии еще более легкая ситуация. Раз требований конкретных нет, то, в общем-то, мы придерживаемся тех разумных требований, которые предъявляются к изданию. Во-первых, у монографии есть титульный лист. В обязательном порядке выходные данные книги – это вторая страница, мы о них будем еще отдельно говорить. Это очень значимо, причем для аспирантов и докторантов еще более значимо, чем для других авторов. Вообще, что на этой странице будет написано? Оглавление, введение или предисловие, или и то, и другое в монографии допускается. Естественно, основная часть, которая содержит ваши главы, параграфы и так далее. Второе заключение в монографиях, которые большие, или монографии узкоспециализированные, там, где у вас много либо фамилий, либо там каких-то сокращений, либо каких-то специальных обозначений, вы можете ввести указатели. Они располагаются после заключения, потом идет список использованной литературы и приложения. Приложения точно так же, как и в диссертации, не являются обязательным элементом по вашему желанию и по необходимости в зависимости от темы. Если мы сравним структуру монографии и структуру диссертации, это очень похожие структуры. Ну, за исключением того, что нет предисловия в диссертации, за исключением того, что там вторая страница не имеет такого важного значения, как здесь, в монографии. Но, тем не менее, структурно, если мы говорим с содержательной точки зрения, здесь есть пересечение. Значит, что четко нужно понимать? Содержание в художественной книге у нас. Оглавление в монографии. То есть, все-таки, несмотря на то, что мы говорим, нет требований, но, тем не менее, есть ГОСТ, который говорит о том, что в научных изданиях у нас оглавление. Более того, содержание, например, вы книжку сказок открыли, или там каких-то, я не знаю, какую-то развлекательную художественную литературу, содержание может быть в конце книги. В монографии оглавление располагается в начале издания. То есть, вот это такая особенность, которую имеет смысл для себя запомнить. Следующий момент. Согласно ГОСТу, вот этого же ГОСТа, о котором я сразу же сказала, и вы его можете посмотреть. Он, как и все ГОСТы, конечно, написан так. А попробуй разберись. Здесь Татьяна нам может подтвердить этот мой тезис, что в ГОСТах ещё нужно разобраться вообще, что имелось в виду, и что можно, а что нельзя. Но вот совершенно точно мы имеем возможность внедрить, включить в монографию сопроводительную статью. То есть, для того, чтобы ваша монография отличалась от просто диссертации или какого-то другого издания, вы можете ввести в начале издания вот такой раздел. Там могут быть пояснены цели, особенности, может быть, там перечислено какое-то содержание, какие главы, в какой главе что. То есть, это такой технический раздел, он как бы необязательный, но он в монографии допустим. Кроме того, когда мы говорим о введении, введение – это такая структурная часть, которая обязательная, и, соответственно, здесь уже мы соблюдаем научный стиль в этой части. То есть, если там мы можем как-то, ну, какую-то вольность себе позволить, то здесь уже всё-таки мы придерживаемся научного языка, и мы вводим здесь читателя в проблематику вашего исследования, то есть в проблематику вот этой темы уже, которая. Смотрите, вот я опять же буду параллель между диссертацией и монографией проводить, для того, чтобы были ясны похожести и отличия. Если мы возьмём диссертацию, то в диссертации введение – это одна из самых регламентированных частей, то есть там всё прописано, вся структура, и каждый элемент этой структуры у вас обязательно должен присутствовать, он прям выделен должен быть в диссертации. В монографии ни про какую структуру никто речи не ведёт внутри введения. Поэтому здесь вы вольны показать вот эту проблематику так, как вы её видите, так, как вы её хотите, не сообразуясь с теми, вот прям не делая точно так же, как в диссертации. Но если вы, например, потом… Помните, я сказала, что диссертацию можно потом сдать в виде монографии? Вот если вы это будете делать таким образом, то если вы сохраните вот эти элементы введения, то ничего страшного не произойдёт, вы просто уберёте лишнее. Ну, например, научная новизна, информационная база – это вот не нужно в монографии, вы это просто уберёте. Кроме того, опять же, если вы затрудняетесь, что писать во введении монографии, вы можете посмотреть, что пишут во введении в диссертации, сделать по аналогии, но без тех частей, которые являются спецификой диссертационной работы. Дальше. Ещё одна специфическая часть, которую надо обязательно для себя понимать до того, как, потому что вы же будете замысел формировать в своей работе, важно понимать, что это очень значимо. Вот в первой главе, или это, может быть, первый параграф, допустим, да, это не суть, но начало вашей работы обязательно должно содержать литературный обзор. То есть мы с вами должны показать, что вот это наше исследование, оно возникло не на обитаемом острове. То есть это не из серии, что все сидели, ничего никто не знал, и мы тут раз и начали эту тему изучать первые в мире. Если это так прекрасно, покажите на других исследователях, что они тот аспект, который вы изучаете, они не исследовали, а вы вот это предлагаете. То есть даже, это, кстати, уже приём из подготовки и диссертации, да, для того, чтобы эксперт, читающий или там читатель, читающий вашу диссертацию, понял, что это новизна, это нужно обосновать, да, что это новизна. Точно так же и здесь. Если вы в рамках своего исследования хотите показать, что до вас был вообще другой взгляд, а вы какой-то новый взгляд предъявляете миру научному, то тем более нужен литературный обзор, в котором вы сделаете акцент на то, что они по-другому, а мы предлагаем по-другому. Мы это, я так автора называю, да, потому что мы будем писать либо обезличенно, либо в третьем лице, но это чуть позже мы поговорим с вами об этом. Значит, остальные главы. Регламентов по поводу того, сколько глав должно быть в монографии, нет. Очевидно, это будет зависеть от объема вашей монографии. Если она будет огромная, то понятно, что, скорее всего, логично разделить, например, ее на пять глав. Если она будет нормальная, там, относительно требования, да, там, 200 страниц, например, то, соответственно, можно сделать три или четыре главы, в зависимости от того, как вы замыслите. Здесь вот вы вольны, как автор, структурировать свою основную часть монографии, как вам удобно. Как понять, на сколько частей разделите как? Задайте себе вопрос. Вот вы изучаете проблему. Либо какие аспекты этой проблемы я хочу изучить, да, и тогда у вас каждый аспект будет отдельный раздел. Либо на какие вот, на какие части, значимые части я должна обратить внимание, для того, чтобы вся проблема, вот эту, которую я изучаю, чтобы она стала понятна человеку, который не погружен в эту тему. Но если мы с вами все равно должны понимать, что несмотря на то, что монография – это крупный научный труд, и как будто бы мы ориентируемся, кто читателем будет, да, мы как бы ориентируемся на научную общественность, но научная общественность у нас же тоже есть разного уровня подготовки. У нас есть студенты, которые начинают заниматься научной работой, у нас есть магистранты, допустим, у нас есть аспиранты среди читателей. И не каждый ведь аспирант уже настолько погружен в вашу тему, чтобы ее сразу понять. Поэтому здесь, конечно, вот это структурирование основного раздела – это очень такая серьезная задача для того, чтобы тема была воспринимаемая. Не стоит перед вами задача запутать читателей и показать, какая сложная монография. Вот такой задачи нет. Следовательно, вот вся совокупность ваших глав должна вашу проблему как бы осветить достаточным образом. Понятно, что мы с вами точно так же, как в диссертации, да, исходим из принципа достаточности, некоторой достаточности. Понятно, что любую тему можно развернуть, там, я не знаю, на сколько страниц, на сколько глав. Мы исходим все-таки из разумных соображений. Заключение. Вот заключение в монографии, опять же, отличается от заключения в диссертации. Ну, там есть прямо разные подходы к подготовке, заключения. Здесь все немножко проще. Здесь самое главное – мы должны показать итоги. Я иногда встречаю такую ситуацию, не обязательно в монографиях, и в статьях такое есть, да, вот завершающая часть, даже написано «заключение». И ты читаешь заключение и думаешь, я вообще-то сейчас только прочитал там статью, и выше ни одного слова, вообще намёка не было о том, что оказывается в заключении. То есть в заключении иногда автор как будто бы продолжает своё рассуждение на основе того материала исследовательского, которое было раньше изложено. Нет, мы в заключении уже никакого исследования не продолжаем. Здесь итоги, выводы. Значит, очень хорошо, если автор сумеет показать некую такую практическую значимость, научную практическую значимость своего труда, своей монографии. То есть вот эти результаты, которые вы получили, а их как можно применить? Несмотря на то, что, ещё раз повторяю, что в монографии нет требования, чтобы была новизна, и, соответственно, нет требования о практической или теоретической значимости, тем не менее, всё-таки, если уж мы с вами берём себе такую задачу создать такой серьёзный научный труд, то, понятно, надо озадачиваться этим вопросом, для кого я пишу, и кому мои рекомендации были бы полезны, как их вообще на практике можно реализовать. Понятно, это не для всех тем, может быть, возможно это написать, да, но тем не менее надо к этому стремиться. Ну и вот то, о чём мы говорили, да, есть некое понятие достаточности для того, чтобы вот рассмотреть эту проблему. Но бывает такая ситуация, когда какой-то аспект, но вы не просто про него забыли, да, вы его не взяли, потому что он либо очень велик, либо вы его оставили на диссертацию, вы стратег, вы продумали, что я в монографии не буду вообще всё-всё-всё раскрывать, все свои идеи, я отчасти ставлю на потом, на работу, на научную. То имеет смысл об этом упомянуть, как о некотором заделе на будущее исследование. То есть, чтобы было понятно, что вы не упустили это из вида, вы знаете, вы осознанно вот этот аспект не рассмотрели. Потому что иначе, если этот аспект значимый, большой, например, да, яркий, а он не рассмотрен, и читатель сразу это поймёт, а вы нигде не пояснили, что вы это не рассматриваете, потому что вы там в будущем это собираетесь рассматривать, то может создаться впечатление, что тема не до конца раскрыта. Вот, и поэтому в заключении имеет смысл вот такую оговорочку сделать, если есть для этого какая-то необходимая. Что касается списка литературы. Мы говорили, что список литературы в монографии будет большой. Что значит большой? Ну, практически сколько страниц, столько и источников у вас будет в монографии. Ну так, это самый лёгкий ориентир, самый такой среднестатистический, что называется, да. Что касается диссертации и монографии, если мы пишем их в связке, мы должны с вами заранее понимать два обстоятельства. Во-первых, мы не сможем с вами текст напрямик взять в диссертацию. И второе обстоятельство, мы не сможем даже с вами список литературы взять и просто скопировать его в диссертацию. Вот прям эти же источники взять и потом скопировать в диссертацию. Почему? Ну, по той же самой причине. Потому что, когда вы будете проходить антиплагиат, у вас, если будет большое количество повторений источников в списке, то, соответственно, он у вас зальётся. Поэтому наша с вами задача вот об этом помнить. Да, вот то ли дело вы просто монографию пишете, вы уже защитились, вы проводите исследование и пишете монографию. Это вообще фактически, вот как хотите, так и в веру разумности научной, так и презентуйте свои результаты. А вот когда мы всё-таки с прицелом на диссертацию, то вот такие мелкие, ну, они не мелкие, в общем-то, существенные достаточно вещи надо знать до того, как, чтобы вы понимали, что, может быть, вы вообще возьмёте только какой-то аспект своей темы, а не по всей теме будете писать диссертацию, иначе у вас будет очень большое повторение текста, и исправлять это будет очень сложно. Вот это то, о чём стоит знать, и, соответственно, это учитывать прямо на старте. Вот вы ещё не начали работать, а вы уже об этом осведомлены. Если это так, вы большого количества таких технических и содержательных ошибок не допустите. Теперь давайте по этапам. Да, кстати, что по второму пункту, если не понятно, тоже, пожалуйста, задавайте вопросы. Я просто так вот чуть ли не в лекционном варианте, потому что тема, честно говоря, такая не очень простая. Значит, что касается этапов работы над монографией. Здесь существенное отличие от диссертации. Почему? Потому что эта работа будет издаваться, а диссертация издаваться не будет. То есть вот последние блоки, да, они здесь для диссертации, например, не актуальны. Хотя всё, что касается особенностей работы с текстом, это точно такой же научный труд, поэтому мы здесь какие-то параллели с вами увидим. Итак, замысел. Когда мы с вами начинаем, вот вы планируете, да, вы, например, посмотрели, сегодня домашняя работа же будет, как обычно, да, вообще определить для себя, нужна ли вам как аспиранту или докторанту монография или нет. И вот вы, предположим, поняли, всё, мне придётся писать монографию, неважно, коллективную или свою. Вам нужно придумать, да, о чём она будет. Вам нужно её замыслить, вам нужно какую-то идею генерировать до того, как вы начнёте её готовить. Так вот, ваша идея, во-первых, должна быть по теме диссертации, во-вторых, название должно перекликаться с вашей диссертацией. Более того, я вам ещё дам один такой полезный совет. Если вы не знаете, как назвать свою диссертацию, монографию, да, и не хотите прям повторения какого-то пересечения сильно большого, но чтобы было понятно вообще, что это об этом же, посмотрите паспорт специальности. То есть, может быть, читая паспорт, у вас возникнут какие-то новые идеи, как можно, особенно если вы уже пишете диссертацию, вы наверняка определились с пунктами паспорта, в какие пункты паспорта у вас будет попадать научная новизна. И, соответственно, вот на эти пункты более внимательно обратите внимание, и, возможно, вам это поможет с замыслом, с идеей и, соответственно, с названием, чтобы не вызывало никакой мысли, что у вас монография не по паспорту, да, хотя нет такого требования, но это очень здорово, когда проверяющий эксперт понимает, что вы в курсе, что это должно быть во взаимосвязи, во взаимодействии. Дальше, по плану. По плану мы сейчас только с вами рассмотрели, какие структурные элементы, какие из них обязательны, какие нет. Вы сразу же, у вас идея возникла, вы можете набросать план. Так же, как вот для диссертации, мы рассматриваем разные виды планов. План – это не обязательно то, что вы сдали в отдел аспирантуры или докторантуры, да, эти планы я называю мёртвые планы, потому что большая часть аспирантов и докторантов по этим планам работать не может вообще. То есть писать работу они по этим планам не могут. Поэтому вы берите такую структуру, такой план, который для вас будет работающим. Вы красивый план потом составите. То есть вы работу структурируете, и пока на этом этапе назовите эти главы или пункты, параграфы, там как угодно, да, назовите понятным для вас образом, чтобы вы, глядя на этот структурный элемент, на этот раздел, на этот параграф, как бы сразу понимали, что там будет, какая там вот наполненность, вот эта суть, о чём там должна быть. Вот это будет работающий план. А красивый вы потом, когда всё напишите, подчистите, да, у вас какой-то итоговый или полуитоговый вариант уже будет, монографии, вы это сделаете, это вообще не проблема. Затем литературный обзор. Смотрите, вот три следующие пункта отмечены звёздочкой. Что это означает? Это означает, что эти этапы будут в обязательном порядке у всех, абсолютно у всех авторов монографии эти этапы будут. Но здесь они указаны как 3, 4, 5, да, как будто бы они следуют друг за другом, но на самом деле они могут идти в другой последовательности. Это чаще всего связано со спецификой специальности. Допустим, иногда, если мы возьмём медика или человека, который занимается исследованием в технических сферах, то там чаще всего сначала проводится исследование. То есть сначала мы определили, какую проблему мы возьмём для исследования, думаем, что, как мы её собираемся изучить, и мы сначала проводим исследование, а потом уже занимаемся литературным обзором. Но понятно, что работа с текстом, она будет у вас, ну не то чтобы после, да, литературный обзор мы тоже можем сразу же оформить в текст. Но тем не менее, то есть вот эти три блока, они могут двигаться, и это не должно вас напрягать. И некоторые даже научные консультанты по докторской диссертации вам могут сказать, что пока не занимайся литературным обзором, давай начнём с исследования. Или пока не занимайся своим литературным обзором, давай свои идеи. То есть ты что хочешь в этой монографии сделать, давай их набросаем, сделаем там методику, например, какую-то, и потом уже вот посмотрим, как и что. Почему такой совет иногда дают? Потому что он может быть больше актуален для аспирантов, потому что у аспирантов есть такой страх, что я сейчас прочитаю, как у остальных, и выяснится, что до меня уже всё придумано. Вот, и поэтому, чтобы такого страха не было, иногда полезно сначала свои идеи зафиксировать, а как бы вы подошли к этому, к этой проблеме, к этому вопросу научному, да, а потом посмотреть, а как остальные. И если есть какие-то пересечения, ну, вы, значит, посмотрите, как из этой ситуации выйти, сместите акцент в какую-то область, которая менее исследована или совсем не исследована. Значит, после того, как вы закончите исследование, работу с текстом монографии, перед вами начнётся новый этап, это подготовка этого текста к изданию, само издание и распространение. Ну, давайте немножечко пробежимся по этим этапам, чуть больше конкретики для того, чтобы они вас не напрягали. Значит, когда мы говорим про замысел и название, на самом деле название у вас может возникнуть не сразу, абсолютно. Но главное, чтобы у вас была идея. То есть некоторые говорят, я буду писать по теме диссертации. Друзья, это не идея. Это, ну, это общее понимание, да, по теме. А о чём? Что конкретно? Это будет какой-то, это какая-то глава из диссертации, будет более глубоко раскрыта? Или это будет какой-то краткий вариант всей темы без каких-то углублений, а углубления вы сделаете в диссертации? То есть хотя бы технически это какой подход будет? Ну и, естественно, содержательный. То есть что вы хотите взять в монографию и что вы туда не будете брать, потому что это должно остаться для диссертации. Вот этот момент, он тоже имеет отношение к замыслу. То есть замысел не только содержательный, но и технический. Какие куски, куда вы будете исследовать, или там результатов исследования, не обязательно всё как бы в одно место всё сложить. Поэтому здесь вот такие рекомендации есть. Но название всё стандартно, название не должно быть очень громоздким. Название желательно, чтобы оно было проблемным, то есть чтобы было понятно, про что это, что там есть развитие какое-то в вашей теме. Ну и оно не должно быть сложным для восприятия. То есть внутри вашей специальности оно должно быть понятно. Опять же мы говорим о том, что вас будут читать не только кандидаты и доктора наук, вас будут читать ещё и начинающие исследователи. Может быть, ваша работа для них будет даже в какой-то степени помощью, потому что потом на вашу монографию будут опираться, как на один из источников своих исследований. Планы, структура. Значит, про структуру мы с вами сказали. Структура, которая рекомендована ГОСТом, но она не обязательно, поэтому вы можете там спокойненько в ней какие-то вещи просто убрать. Не делать указатель, например, не делать приложений, не делать никакую вступительную статью. Вы можете сразу с обедения начинать. То есть как вам больше нравится. По монографиям не рекомендуется дробить сильно. То есть не из серии, когда много глав, подразумевается, что это будет очень большой объём. Потому что если у вас одна глава, там 15 страниц, ну это не серьёзно просто. Поэтому, естественно, надо исходить из того, что главы в монографии всё-таки они более крупные и, соответственно, их меньше. Ну и вот мы уже проговаривали, да, вот монография, вот диссертация. Как они могут друг с другом соотноситься? На самом деле я не рекомендую вам писать монографию чётко по вашей диссертации. Ну то есть как некоторые берут прям вообще план диссертационного исследования и пишут по этому же плану, немножко меняя там, да, какие-то формулировки по этому же плану монографию. Почему уже говорила, проблемы с антиплагиатом у вас возникнут абсолютно точно. Поэтому я вам рекомендую сделать следующее. Вы можете взять какую-то часть проблемы и вынести её как вот изучение этой проблемы, этой части, как цель вашей монографии. Можно ли будет скачать вебинар. Запись вебинара будет на YouTube-канале Директ Академия. Соответственно, вот про это не нужно забывать. Мы можем взять, например, одну или две главы. Допустим, вы пишите докторскую диссертацию, у вас будет пять глав. Вот возьмите одну или две главы, которые логически можно соединить. Они вроде бы часть вашей работы. Вы убиваете двух зайцев. Вы с одной стороны углубляетесь в эту тему, вы начинаете её лучше понимать, вы уже вычитаете литературу, у вас уже сложится какое-то представление по вашей новизне на будущее. Новизную, мы говорили, не обязательно всю показывать в монографии. Хотя вы не бойтесь новизну показать, потому что наша задача — новизну закрепить за собой, что это ваша идея. Потому что ваша диссертация будет висеть в открытом доступе, если ваша новизна не опубликована, то вы рискуете. Поэтому тут не надо прям совсем новизну скрывать, но всю её в монографию тоже не стоит. Литературный обзор. Убрать его полностью нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. Вы можете его сократить до одного параграфа, допустим, первой главы. Что самое главное в литературном обзоре? Точно так же, как в диссертации. Здесь очень похожая аналогия, как нужно написать литературный обзор. Вы должны показать разные позиции. Вот у меня сегодня с утра была консультация. Я помогаю людям сориентироваться, как им писать диссертацию. То есть я не являюсь их научным руководителем, я являюсь их консультантом. И вот мы сегодня говорили ровно об этом. О том, что недостаточно просто привести позиции. Например, я посмотрела литературу, вот есть авторы, которые мне вообще понравились, я их позицию разделяю, и я беру и про них рассказываю внутри своей работы с какими-то своими комментариями. Этого достаточно? Нет, недостаточно. Нам нужно показать разные позиции. То есть те, с кем вы не согласны, полностью или частично не согласны, они тоже должны быть представлены в вашей работе. То есть мы должны показать разные подходы, разные взгляды тех учёных, которые до вас занимались изучением проблемы. Но самое главное, если мы покажем только их взгляды, это будет реферат, пересказ, что угодно. Всех интересует ваша позиция по этому вопросу. А вы-то как считаете? Вот этот считал так. А вы разделяете его позицию? Почему, вот если он уже это исследовал, почему этого недостаточно? Почему вы вдруг ещё решили заняться исследованием этой темы? То есть если вы такой подход будете использовать к литературному обзору, он вас прям наведёт на то, а что же такого нового вы можете сказать? Потому что вы их не просто оценили хорошо или плохо, вообще в таких категориях мы не пишем научный текст. Мы говорим, этот изучал то-то, то-то, делая акценты на это, а мы в своём исследовании вот такой-то, такой-то подход считаем, что это так, и поэтому делаем по-другому. То есть у вас вот такие должны быть формулировки. Авторская позиция – это самое главное во всей монографии. Точно так же, кстати, как и в диссертации. Поэтому здесь вот в этом месте очень всё согласуется. Работа с текстом. Смотрите, если монографии, диссертации, прошу прощения, бывают очень часто перегружены вот научным аппаратом, какими-то сложными взаимосвязями, трактовками и так далее, в монографии желательно этого избегать. Потому что, опять же, читать её будут разные, разного уровня подготовленности читатели. Поэтому она должна быть понятна. Иначе, если мы уже тогда исходим из того, что мы хотим, чтобы нашу монографию процитировали, но нам надо, чтобы нас поняли, тогда нас процитируют. Если мы напишем невнятно, то ясно, что это будет плохо цитируемая работа. Ну и, соответственно, все приёмы, которые мы с вами, ну, те, кто был на курсе, или те, кто пойдут на курс, которые мы разбираем при подготовке диссертации, как мы работаем с текстом, абсолютно все эти приёмы можно использовать и для монографии. Они годятся, они работающие. Опять же, выбирайте на свой вкус. Да, просто время вебинара не позволяет рассказывать подробно их. Ну и, собственно говоря, поэтому я на курс вас и приглашаю. Правда, будет не сильно скоро, но время быстро прощёлкивает, поэтому заранее об этом говорю. Значит, кроме того, если, опять же, значит, до диссертации, если мы публикуем монографию, наша задача не сказать всё, что мы хотим сказать в диссертации. Если мы после защиты диссертации публикуем монографию, наша задача убрать из диссертации абсолютно все так называемые обязательные элементы диссертации. Вот то, о чём я говорила, у нас есть ГОСТ под диссертацией, и там чётко всё, вот это должно быть, и это, и это. Вот из монографии это нужно всё убрать, потому что иначе будет чёткое понимание, что это взяли и издали диссертацию. Ну и, естественно, это я уж так на всякий случай говорю, потому что тоже встречалось с такой ситуацией. Мы не пишем от собственного лица монографию, мы не пишем «я», мы пишем либо от третьего лица множественного числа «мы», как будто вы присоединяетесь к исследователям, которые связаны определённым подходом или которые работают в одной теории и так далее, либо просто в обезличенной форме. Значит, тут никаких «я» не должно быть, несмотря на то, что это не диссертация, а монография. Всё, написали у вас тематика, есть исследование, сделано текст, готовь всё. Теперь мы начинаем готовить монографию к изданию. Первый сложный момент — это нам нужно всё вычистить. Первоначально редактируете вы как автор, либо даёте это, что называется, делегируете это какому-то ответственному, там, студенту или коллеге, или кому угодно. Самое главное — убрать всевозможные странности. И, в общем-то, если это будет делать другой человек, это будет даже плюс, потому что некоторые ошибки мы не видим у себя, просто вот глаз уже привыкает к ним, и, соответственно, мы их не замечаем. По поводу шрифтов. Очень важно обратить внимание на размер шрифта. Почему? Ну, потому что если у вас есть графики, таблицы и так далее, во время будущей верстки это всё начнёт валиться у вас, весь текст начнёт разваливаться, и с вас возьмут ещё деньги за то, что они это всё переделали. Поэтому имеет смысл заранее определиться, в каком смысле, какой шрифт будет. То есть понятно, что они верстать будут всё равно, они в своей программе это будут делать. Вам не стоит этим заморачиваться. Но хотя бы, чтобы вот этих вот сильных не было развалов в тексте, вот особенно в иллюстрациях и в таблицах, да, это стоит учесть заранее. Кроме того, есть различные редактуры, да, можно найти научного редактора, можно найти корректора. Научного редактора я вам не советую находить. Почему? Потому что очень часто вы сами для себя или ваш научный консультант будет прекрасным научным редактором. Потому что это ваша позиция, вы её презентуете. То, что другой человек с этим не согласен, но, что называется, его мнение, пусть он садится и напишет свою монографию. Другое дело, если там есть реальные замечания какие-то, их стоит по поводу подумать, надо ли их устранять и так далее. Но здесь это все виды деятельности платные, поэтому научную редактору можно не оплачивать и её здесь не использовать. А вот работа корректора, я вам рекомендую здесь не пожалеть финансовых ресурсов. Ну, в смысле, не то, что заплатить в три раза больше, чем надо, но вообще, в принципе, найти корректора или обратиться, если это вузовская типография, к человеку, который этим занимается, для того, чтобы у вас работа была вся выберена. Ну, и ещё то, о чём мы забываем, потому что даже в диссертации нет обложки, ну, в смысле, она есть, но она никак не оформлена. То вот здесь нужно подумать, может быть, это вы сами сделаете дизайн обложки, может быть, вы отдадите дизайнеру, который вам разработает дизайн обложки монографии. Это, да, она может быть просто на одинаковый фон, да, однотонная, и там какие-то просто буквы. Но даже то, как это будет, какой фон будет, какие буквы будут, да, как они будут выполнены, это тоже имеет значение чисто эстетическое. Ну, уж раз взялись, давайте это тоже будем учитывать. Когда начинается этап издания монографии, нас интересуют сразу же несколько вопросов, и они нас интересуют не просто технически. Где мы будем издавать, как долго нам будут издавать это, какой нам нужен тираж и сколько это будет стоить. Давайте быстренько по этим вопросам пробежимся. Значит, издавать мы можем в разных местах. Я три наиболее таких популярных места выделила. Коммерческие издательства. Что это такое? Это издательства, которые имеют свои книготорговые сети, и, соответственно, они могут вам в дальнейшем помочь в распространении. Но в таких издательствах всё очень трудно, долго, нудно и так далее. Если у вас есть время, вы можете этим вопросом озадачиться, издаваться в этом издательстве. Если у вас нет времени, то вы можете издавать просто в издательстве, при вузах или научных организациях. Потому что даже если вам скажут, нам нужно, чтобы у вас монография была издана в Москве, но само издательство вам не назовут, вы можете найти издательства, которые работают при вузах, и они точно так же, некоторые из них работают со сторонними авторами. Вы точно так же спокойно договоритесь, и всё у вас будет и Москва, и тем не менее это будет более быстрое взаимодействие, чем с крупными большими издательствами. Третий вариант – это вообще, я так в кавычках написала, любое издательство. То есть это любое место, где вам могут распечатать книгу. Не каждое издательство, не каждая типография обладает оборудованием, которое позволит распечатать книгу. Поэтому, в принципе, вы можете её напечатать, а потом всё, что дальше мы будем про важные технические требования говорить, это сделать самостоятельно. То есть никто вас в этом абсолютно не ограничивает. Следующий момент. Значит, если мы просто печатаем монографию, опять же, как хотите, так и делайте. Если вы печатаете монографию для того, чтобы предъявить её как публикацию на защите диссертации, мы обязательно должны с вами узнать срок, может быть, они год будут вам её печатать, и мы обязательно должны понять тираж. Значит, тираж, чуть позже мы к этому вернёмся, я сейчас просто акцентирую ваше внимание на это. Распространение. Вообще, с точки зрения монографии, которая пишется для диссертации, вот так я её буду называть, распространение вообще не является обязательным. Но исходя из того, что это стоит достаточных денег, неплохо было бы эту монографию где-то потом распространить. Варианты есть, но есть разные, опять же, я наиболее такие популярные. Первое, если вы будете через крупные издательства делать, то они эту монографию по своим сетям распространяют, но вы сразу должны понимать, заходите в книжный магазин, вы видите же, какое там количество книг, и представить, что вашу монографию возьмут из этого многообразия книг, понятно, что она должна быть очень и очень такая вот какая-то особенная. Поэтому сильно на это надеяться не стоит. Кроме того, значит, есть более простой способ распространения. Это всевозможные книжные киоски, ларёчки, отдельчики, которые тоже при научных или учебных заведениях есть. Тоже можно договориться, либо в вашем ВУЗе, либо не обязательно в вашем ВУЗе. Они тоже берут на распространение вот эти научные, они заинтересованы в том, чтобы у них была тоже какая-то выручка, и поэтому, естественно, они продадут вам, с вами поделятся, да, там договоритесь на каких условиях, на разных условиях это бывает. Кроме того, если вы вообще в принципе хотите, чтобы с вашей монографией ознакомились, реально, чтобы её почитали, совсем не обязательно тогда, чтобы она была в бумажном виде. Нет, вы её распечатаете, безусловно, но если распространить её хотите максимально масштабно, то, пожалуйста, это проще сделать через интернет. Можно на своей странице, есть специальные сервисы, в которых можно самостоятельно сверстать монографию, она будет у вас в электронном виде, сервис в этом поможет, да, и у них прямо в этих сервисах её поставить на распространение. Причём она даже туда, определенную сумму можно поставить, они берут очень небольшие суммы за распространение, поэтому вот этот вариант наиболее простой. Если вы её будете сами ещё где-то продвигать, эту монографию, что вот там у меня вышла монография, вот она тут-то находится, какие-то куски из неё, это не тема сегодняшнего разговора, то спокойно её можно попродавать, если для вас это важно. Ну и, конечно, научная форма распространения, это когда вы приезжаете на какое-то научное мероприятие, берёте с собой несколько экземпляров монографии и просто дарите, дарите коллегам или ещё что-то. Кстати, если вы будете защищать диссертацию, точнее говоря, когда вы будете защищать диссертацию, я в этом не сомневаюсь, что каждый дойдёт до своего финиша, то вы можете привести эту монографию, положить на стол для ваших публикаций и предложить участникам, если им эта тема интересна, взять для себя в подарок вашу монографию. Тоже вариант. Естественно, это будет бесплатно, выше варианты – это платное распространение. Ну и для нас на самом деле распространение, может быть, не так важно, но для нас очень важны технические вопросы, которые сделают возможным вот эту диссертацию, эту монографию на стол публикации во время защиты положить, то есть чтобы эта публикация была признана официальной. Потому что, ну, представьте вариант, я написала монографию, пошла её распечатала в типографии и раздала своим коллегам. Это означает, что у меня есть монография? Нет, это ничего не означает. До тех пор, пока мы не проговорим вот эти технические вопросы. Если я таким способом, распечатав свою научную работу, выполню все эти технические вопросы, да, это будет официальная работа. Если не выполню, то она не будет официальной. Поэтому я не смогу, она для меня будет бесполезна. Это просто будет, ну, распечатанный какой-то текст. Значит, первое, что мы с вами должны чётко знать. Рецензирование. Любая научная работа рецензируется. Но уж раз наши статьи рецензируются, то очевидно, что монография тоже должна рецензироваться. А здесь есть требование, что у вас должно быть по монографии не менее двух рецензентов. Желательно, чтобы это были доктора наук. Для докторанта это просто нежелательно, а обязательно. Если это, допустим, монография аспиранта, то, в принципе, там и кандидат наук может. Этот человек желательно, чтобы был исследователем по вашему профилю, то есть чтобы он вообще-то понимал, про что речь, да. И вот то, о чём я вам говорила, что выходные данные, вторая страничка книги очень для нас важна. Если вы на второй страничке не укажете, кто рецензенты, то это первый повод засомневаться в официальности вашей публикации. То есть они не просто должны быть, рецензии не просто реально, физически должны быть, эти рецензенты должны быть указаны в выходных данных. Второе. Про объём тоже обещала вернуться к этому вопросу. Если мы пишем монографию просто так, нам нравится писать научные тексты, мы любим исследованием заниматься, то к монографии может быть приравнена работа, которая имеет объём не менее пяти печатных листов. То есть, пожалуйста, вы можете посмотреть, много есть публикаций, пять-семь печатных листов, да, они тоже названы монографиями, спокойно ими являются. Если же вы пишете монографию для того, чтобы её предъявить при защите диссертации, лучше ориентироваться на объём 10 печатных листов. То есть, ну опять же, уточняем, потому что, например, тоже у меня один из участников моей программы пишет докторскую диссертацию по юриспруденции, и сейчас мы с ним работаем над монографией, ну естественно, он над содержательной частью, я какие-то технические вопросы ему комментирую и помогаю определиться с ними. И он говорит, что ему сказали минимум 15 печатных листов. То есть, специальность накладывает ещё свои ограничения. Поэтому по объёму, средняя температура по больнице, что называется, это 10 печатных для докторанта, но могут быть особенности, их нужно уточнить. Тираж. Однозначно любой вам скажет, что если вы делаете монографию для защиты, то тираж нужно, чтобы было 500 экземпляров, не меньше. Вопрос. Если я издам 500 экземпляров, куда я потом с этими книгами денусь? И кроме того, сколько это будет стоить? Это будет стоить очень дорого. Здесь два варианта. Первый вариант. Вы публикуетесь частями. То есть, вы сначала делаете 100 экземпляров, распространяете их, потом 200 экземпляров распространяете и так далее. То есть, чтобы снизить финансовую нагрузку, разовую, можно пойти таким путём. Самый простой путь другой, реальный, который в реальной жизни существует. Я никаких сейчас криминальных тайн не расскажу. Это реальность. Когда вы в издательстве говорите, мне надо 200 экземпляров, но вы определяете, сколько вам реально потребуется экземпляров. Но тираж мне нужно поставить 500 экземпляров. 85% издательств нарисует вам любой тираж, хоть тысячу вам поставят. Некоторые за это возьмут дополнительные деньги, некоторые сделают это бесплатно, им без разницы. То есть, они вам скажут, что мы возьмём печатать ваш труд при заказе, как в ресторане. Если у вас пришли гости, на каждого надо заказать на 1200 рублей, например, я условно говорю. Вот так и вам скажут, что мы возьмёмся печатать вашу работу, если у вас заказ будет, например, на 150 тысяч. Всё, вы обсчитали, сколько вот этих экземпляров получилось, вы их физически опубликовали и договорились, чтобы вам поставили соответствующий тираж. Но, друзья, я рассказываю, как есть. Может быть, это неправильно и так далее. Но просто если докторант сейчас, который пишет докторскую диссертацию, сядет и посчитает свои затраты на эту работу, некоторым становится прямо дурно. Вот, поэтому я, как экономист, рассказываю, какие реальные есть возможности, где можно что-то как-то сэкономить. Значит, далее поехали. Издательский пакет. Что такое издательский пакет? Это совокупность индексов и кодов, которые присваиваются вашей монографии. Если в вашей монографии нет издательского пакета, всё это неофициальное издание. То есть вы можете дарить, вы можете продавать своим способом каких-то. В книжный магазин не возьмут, официально в онлайн-издательстве или в книжном магазине продавать не будут, официального статуса у этого издания не будет. Три кода нам нужно обязательно иметь. Давайте про них поговорим, чтобы вы понимали, что это такое. Первый код – это международный стандартный книжный номер. Для книг – это АСБМ. Для журналов – это АССМ. Соответственно, на вашей книге будет вот эта аббревиатура и последовательность цифр после этих букв. Эти цифры не просто так поставлены, вы их не сами берёте. Значит, эти цифры делятся… Это вот не суть, но чтобы вы могли вообще понимать, про что речь. Эти цифры делятся на пять групп, и каждая группа имеет своё значение. Ваша задача, чтобы вас никто не обманул, нет такой, наверное, у издательства цели, но тем не менее, чтобы вы понимали вообще, что там в этом коде. Вот первый префикс, который есть, у вас должен стоять 978, потому что это означает книжная продукция. Всё, значит, это книга, признано это издание книгой. Всё остальное, то, что идёт дальше, это номеры нашей страны, это номер издателя, номер издания и так далее, и тому подобное. Это уже не так принципиально. Но 978 для вас это принципиально. Следующий момент. Значит, вот этот АСБН, если вам начнут говорить о том, что мы вам там сейчас его придумаем или ещё что-то, ни в коем случае. Этот АСБН – это уникальный номер, уникальный, который регистрируется в книжной палате. Если вашему изданию не присвоен, то это неофициальное издание. Если присвоен, то всё официально. Как он получается? Этот код получается в издательстве. Вы прямо приходите, когда сдавать, вы сразу же говорите, мне нужно, чтобы у меня книга была с АСБН, мне нужен издательский пакет. Они вам говорят, да, конечно, это будет стоить, например, 3000 рублей. И вы можете этот издательский пакет, а допустим, они вам рассказали условия, сколько они с вас возьмут за издание самой книги, вы посчитали, прослезились и решили, что вы с ними сотрудничать не будете. Так вот, вы у них издательский пакет весь, все эти коды можете купить, например, за 3, за 5, ну, 3, сейчас пока наиболее распространённые, тысячи, да, всё, и издаться где-то в другом месте. Либо они вам говорят, если вы будете издавать у нас и этот объём, тираж, или стоимость вот этих работ, будет там более стольки-то тысяч рублей, то мы вам это дарим в подарок. Если это будет меньше, то, соответственно, вы платите какую-то сумму. То есть, вот это тоже нужно узнать. Остальные коды, кроме ISBN, вы вообще-то можете определить самостоятельно. Но большого смысла это делать нет, потому что вам продадут полностью этот пакет. То есть, сам отдельно ISBN сейчас издать зараньше, вот там ещё в 2012 году, да, когда мы издавали, можно было просто ISBN попросить, сейчас нет в этом смысла, они вам будут продавать всё, но тем не менее, чтобы вы понимали, что вот эти шифры, они не какие-то там сверхзамысловатые, да, вы их просто онлайн самостоятельно у ДК, ВБК можете определить. Есть онлайн-классификаторы, без проблем это делается. Кроме того, у вас будет авторский знак, вы его, в принципе, тоже по таблицам, по авторским тоже можете определить. Но тоже в этом большого смысла нет, вы можете проверить, да, правильно вам определили или нет, вам так надо или не так. То есть, чтобы вы были компетентны в этом вопросе. Естественно, на каждом издании стоит знак копирайта, то есть знак того, что это ваше авторское право защищено. Эти элементы вы должны на своём, на второй странице издания, почему мы её прям в структуре выделили, эту страницу отдельно, вы её на второй странице издания, эту информацию всю должны найти. Вот вам коды УДК, ВБК, вот авторский знак, который определяется по таблицам, вот библиографическое описание, то есть то, как остальные будут ссылаться на вашу книгу. И вот здесь, вот это не монография, да, может и монография, но тут не указано, но вот здесь в библиографическом описании нужно указать, что это монография. Дальше, вот вам, пожалуйста, ваша избея, идёт аннотация, вот здесь это чаще всего теперь наносится как штрих-код, да, и, соответственно, вот знак копирайта. Сразу же хочу сказать, не знаю, да, точно, но могу сказать, что, скорее всего, это даже, это либо какая-то художественная книга, либо, если это монография, а, научно-популярной форме, то есть это научно-популярное издание. Значит, для того, чтобы это было прямо монографией, засчитывалось, да, мы с вами помним, на этой странице должны быть написаны рецензенты и перечислить на 1, 2, 3 или 2, да, то есть на этой странице это должно быть. Если вам это не впишут, вы должны об этом, звоночек сразу же у себя в голове, ага, у меня этого нет, срочно это поправить. Или уберут, например, мало ли, чтобы вы это знали. Дальше, так, уже не нужно мне будет это. Значит, про монографию мы укажем, в некоторых изданиях, даже чаще, по-другому надо сказать, в некоторых диссертационных советах, особенно там, где защиты проходят на иностранном языке, есть такие диссертационные советы, которые самостоятельно присуждают ученую степень, защиту диссертации проводят на английском языке, ну, на иностранном языке, да, то там, скорее всего, потребуют, чтобы у вас в монографии была аннотация на иностранном языке. Поэтому тоже обратите на это внимание, надо ли вам второй язык. Вот там, где на предыдущем слайде, вот здесь вот аннотация, здесь она на одном языке. Может быть, вам надо на двух. Очень важный момент. Друзья, еще буквально три минуты мы закончим, поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Это очень важно. Рассылка обязательного бесплатного экземпляра. Это обязательство, вообще-то, которое наложено на типографии или издательство, то есть на издателя. Но так как вы издаете свою книгу, вы заинтересованы в том, чтобы там было все сделано верно. Это обязательство отправить бесплатное количество экземпляров изданной книги в Российскую книжную палату. по книгам, по монографию. Там где-то это один экземпляр, где-то три. На разный вид издаваемых материалов разное количество. Так вот, вам 16 экземпляров нужно будет отправить в Российскую книжную палату. Кто это делает? Это делает либо издательство, либо вы. Вот если вы с крупными издательствами будете сотрудничать, то, конечно, они это сделают за вас. Они из вашего тиража, о котором вы договорились, изымут 16 экземпляров бесплатно, они вам их не отдадут. Они с вас деньги за них возьмут, но они изымут из этого количества опубликованных и отправят. Если вы будете сотрудничать с какой-то типографией, да еще в маленьком городе, например, да, не обязательно даже в маленьком городе, вот, допустим, у меня, я в Кургане живу, областной центр. Ну, я пришла в типографию, они вообще не представляют, о чем речь, да. Поэтому, естественно, значит, это будете делать вы. Обязательно, потому что за это есть даже ответственность установлена. Значит, один ваш обязательный экземпляр останется в книжной палате, он будет выполнять функцию вот этого единственного экземпляра, который должен быть зафиксирован. То есть вы можете всегда обратиться, сказать, есть такая, была такая публикация. Сейчас очень много случаев возникают, когда человек диссертацию защитил, начинают рассматривать его публикации, оказывается, что он не отправлял, или вот издательство не отправляло этого обязательного экземпляра, и этот человек в срочном порядке отправляет сейчас. А монография, например, издана уже там 3 или 5 лет назад. Это нарушение, так не может быть. По идее, не должны вашу монографию тогда вам засчитать, если вот такое нарушение есть. Но и уже книжная палата сама по основным фондодержателям вот эти остальные экземпляры она разошлёт. Значит, на сайте книжной палаты есть перечень библиотек, куда попадёт ваша монография, и, соответственно, научная общественность в разных концах не только нашей страны сможет ознакомиться с вашей монографией. То есть вот обязательная рассылка – это суперважный элемент технический, который нельзя забыть вам как автору. Вот нельзя забыть. Кстати, если вы это будете делать самостоятельно, когда вы отправите… У меня была такая практика, когда я свою монографию сама отправляла в книжную палату. Раньше заполнялся такой бланчик, который вам возвращался с печатью, что они приняли. Сейчас таких уже на бумаге уже не делаются таких бланков, для того, чтобы вы понимали, прошла ваша книга, регистрацию у них или нет, можно с ними списаться в электронном виде. То есть вы хотя бы чётко поймёте, всё, они получили регистрацию, прошли, вы себе галочку поставили, вы этот пункт сделали. Даже если это будет делать издательство, вам рекомендую на это обратить внимание. Ну, что касается домашней работы, домашнего задания, не могу я без этого. Уж простите меня, потому что я хочу, чтобы вы не просто послушали, а всё-таки это сразу же применили, если это необходимо. Поэтому вот три задачи. Первое. Посмотрите, если вы аспирант, пишете кандидатскую диссертацию, пять раз подумайте, надо ли вам связываться с монографией. Возможно, просто коллективную, если уж сильно хочется или от вас требуют. Если вы докторант, проведите мониторинг диссертации того диссовета, где вы хотите защищаться, ответьте себе на те вопросы, которые я задавалась в течение сегодняшней встречи. Нужна ли монография, сколько нужно монографий, какие они должны быть, в каких местах они должны быть опубликованы и так далее. После того, как вы этот мониторинг провели, ответьте себе на вопрос, мне в моей ситуации нужна монография или нет, и какая. То есть вы какую цель будете преследовать, удовлетворить вот эти вот условия или просто издать результаты своей научной работы, уж потом лучше их издайте. Ну и, естественно, если вы начнёте, поймёте, что всё, вам нужна монография, начните с того, что как бы выстроите вот это вот соотношение, как будет соотноситься диссертация, ваше основное исследование, которое вы будете защищать, и монография, которую вы вынуждены будете написать, раз уж она вам нужна. Вот для того, чтобы у вас полного повтора не было, то есть какой аспект вы возьмёте, что наиболее для вас приемлемо. И не берите сложную. Вот если, например, вы уже написали половину диссертации и сейчас поняли, что, ой, мне монография нужна, ну так вы лучше возьмите то, в чём вы уже разобрались, для того, чтобы вам проще было, быстрее, чтобы вы написали. Потому что если вы начнёте вникать в те пласты, которые ещё не изучены, эта затея достаточно долгая. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот это для себя проделайте, ну и потом то, о чём мы говорили, конечно, используйте. Если у вас, я сегодня знаю, что будет очень длинная тема, потому что я составляю презентацию, поняла, что и это, и это всё нужно сказать, и всё хочется вам успеть всем поделиться, поэтому, простите, я сегодня практически не задавала вам никаких вопросов, но если вопросы есть у вас, вы сейчас их пишите, я на них отвечу. Если, как некоторые мне пишут, да, простите, вопросы сформировались позже, поэтому на почту. Не проблема, друзья, если вопросы сейчас, может быть, в голове переизбыток информации, вы даже не знаете, что стоит уточнить, проблемы никакой нет, пожалуйста, пишите на электронную почту, я отвечаю, не в пожарном порядке, но я всегда отвечаю, если мне задают вопросы. Жду ваших вопросов в чате, если вопросов нет, то напишите мне, дайте, пожалуйста, хоть какую-то обратную связь, полезно, не полезно, что узнали, что наиболее значимо, и будем прощаться. Для того, чтобы я хоть дальше понимала, куда-то нам еще нужно, акценты вот в этой теме расставить, или я уже достаточно полное ее вам изложила. Информативно полезно. Вам спасибо. Открылись новые горизонты. Отлично. Когда открывают новые горизонты, это классно. Пока не понял, писать или не писать. Вот это здорово, понимаете, вот Иван Юрьевич, чтобы у нас не было ситуации, что мы беремся за то, что нам в данный момент времени делать не нужно. Это классно, что возникла пища для размышлений. Просто отлично. Информативно, спасибо. Спасибо, друзья. Раз у нас уже, что называется, все, мы прощаемся, то, соответственно, давайте тогда будем закругляться. Вам доброго дня, удачи, успехов. Конечно, приглашаю на нашу следующую встречу, которая состоится через месяц. Приходите, пожалуйста. Я имею в виду наше с вами по поводу работы аспирантов, докторантов. Конечно, вам приходится разрываться, и каждый день Директ Академия предлагает такое количество интересных тем. Поэтому, тем не менее, приходите, пожалуйста. Ну и для тех, кто актуально, заранее приглашаю на курс, который будет в конце весны. Разберемся с тонкостями во всех деталях, как писать и готовить диссертацию. Но... ... Продолжение следует...